В прошлом видео я показал, как установить Миджорни бесплатно, а прямо сейчас мы установим Stable Diffusion. Как для видеокарты Nvidia, так и для видеокарты AMD. Stable Diffusion бесплатный, к слову, вы получите права на все созданные вами изображения, что для кого-то очень важно. Надеюсь, так же важно, как успеть в Steam во время продажи дешево купить игры. Заходите по ссылочке в описании на Racketsoft.ru и пополняйте Steam без всяких проблем. Хоть банковская карта, хоть криптоид, да хоть чем. Минимальная прозрачная комиссия, моментальное пополнение и десятки тысяч удачных пополнений. Ссылочка в описании. Stable Diffusion может не работать на самом гиперслабом компе. И чё ж тогда делать? Всё просто. Мы используем Миджорни. Да, он платный, но не грузит комп никак. В прошлом видео я показал, как получить его бесплатно, но что важнее, я разыграл 10 подписок на этот самый Миджорни. Вот и победители. Напишите мне, пожалуйста, я дам подписочку. В этом видео я тоже разыгрываю еще 10 подписочек на тот самый Миджорни. Для участия ставь лайк, подпишись на канал, а ставь комментарий на тему видео, что-то про Stable Diffusion. На четвертый счет результатов уже в следующем видосе, там я и покажу, кто подписочки разобрал. А пока давай сначала поймем, подойдете ваш комп от Stable Diffusion. Запускаем диспетчер задач, про кнопку мыши на панели задач. И тут диспетчер задач. Или просто Ctrl-Shift-Escape. Смотрите, что у вас на видеокарте было как минимум 4 гигабайта видеопамяти, и желательно хотя бы 16 гигов оперативки. Stable работает и на AMD, и на NVIDIA видеокартах, просто есть небольшое отличие в установке, но я вам позже расскажу и покажу. Теперь выдели место у себя на компьютере под это дело, желательно 10-15 гигабайт. Это если что, прям с запасом на всякий случай. Перед установкой Stable можно еще 2 программы установить, без них он работать не будет, это Git и Python. В описании будут все полезные ссылки из этого видео, в том числе и на нужные программы тоже. Git поможет нам всем, чтобы установить сам Stable Diffusion и держать его в самой свежей версии. Заходим на сайт, скачиваем по второй ссылочке, и установщики оставляют все по дефолту, ничего не меняй. Python это язык программирования, Stable Diffusion написан на этом языке, тут все просто. Нам нужна версия 3.10.6, другие работать не будут. Заходим на сайт, и в самом низу увидим ссылочки для скачивания, скачиваем нижний установщик. Когда будете устанавливать, не забудь поставить вот тут вот галочку, это важно. А после устанавливаем без изменений. Наша задача сделать новую папочку, куда мы и будем все устанавливать. Например, я захожу в мой компьютер, диск F, и создаю новую папку. Папку я назвал, вы не поверите, Stable Diffusion. Затем, находясь в этой папочке, которую создали именно в ней, нажимаю именно в адресную строку и ввожу CMD. После чего нажимаю Enter. Это открывает командную строку, через которую мы и установим все именно в эту папку. Теперь будет то самое небольшое отличие у AMD видеокарт и Nvidia видеокарт. Разница в том, какую ссылочку будете сюда вставлять. Ваша задача написать гид клоун и после чего вставить нужную ссылку. В описании будет ссылочка для Nvidia и AMD. Ссылочки разные, выбирайте согласно вашей видеокарте. Выглядеть это будет вот так для Nvidia и вот так для AMD. Жмите Enter и ждете несколько секунд, ну или там минут, чтобы скачалось все, что нужно. Вау, у вас появилась новая папка, а в ней все нужные файлы и сама нейросеть, конечно. Далее нам нужно скачать модель. Модель это по сути мозг операции. Одна модель может быть заточена под создание картинок в стиле аниме, другая под реализм, а иногда бывают универсальные. А иногда те, которые копируют Midjourney, как в прошлом видео рассказывал. Моделей много и постоянно обновлять описания новыми моделями и обновлениями. Это не совсем удобно ни мне, ни вам, так как что-то можно будет упустить. В моем телеграм-канале я выложу несколько интересных моделей и я буду обновлять их именно там. Так проще и все в одном месте будет находиться. Я выбрал самые лучшие модели со всего интернета. Модель, которая копирует Midjourney, модель универсальная и модель аниме, ну и так далее. Другие там тоже будут. Заходите в телеграм, жмите как найти нужный пост, выбираете стейбл и вам покажут все посты, связанные со стейбл дефьюжн. Выбирайте что интересно и скачивайте. Модели можете сами в интернете поискать, их много, но те, которые даю я, точно работают и делают это хорошо. Как только вы закончите загрузку модели или модели, открывайте архив с этой моделью и введите там файл формата skpt. Его там и нужно поместить вот по этому пути. Стейбл дефьюжн, стейбл дефьюжн веб юай, моделс, там снова опять папочка стейбл дефьюжн и там будет текстовый файл, типа закиньте нейросеточку сюда. Сюда мы файл и закидываем. Теперь большая часть предустановок сделана, но мы собираемся сделать еще парочку улучшений, их делать не обязательно, но они очень сильно улучшат опыт работы с нейросетью. Мы научим ее обновляться до свежей версии при запуске и запускать сразу сайт с нашей нейросетью, чтобы не искать потом ссылочку в коде. Находим файл webui-user.bat, можно проверить что разрешение файла бат, нажав право кнопкой мыши, тут будет написано тип файла. Это открывает блокнот и в самом верху файла давайте вставим дополнительную строку и здесь напечатаем getPool. Этот параметр теперь будет обновлять стейбл дефьюжн до новой версии, не модели будут обновлять, а именно саму нейросеть. В строчке command line, нижнее подчеркивание аркс, равно, дописываем, тире тире авталаунч. В описании, если что все будет продублировано, сможешь просто Ctrl-C, Ctrl-V скопировать. Если у вас видеокарта AMD на 4-6 гигов видеопамяти и будут какие-то проблемы, можно сделать еще следующее, дописать вот эту фигню, тоже будет в описании, это поможет. Затем жмем файл, сохранить файл и сохраняем его, только давайте переименуем его, например в стейбл дефьюжн, в том же формате бат. Чтобы было, а, проще найти, б, после обновления вся же настройки не слетели. Мы на финальной прямой, не поверишь, просто жмем два раза по нашему файлу, который только что переименовали, и все. Если встретите какие-то ошибки, допустите этот файл по новой от имени администратора. Теперь твоя задача пойти пожрать, или посмотреть YouTube, не важно. Сейчас идет установка, и она довольно длительная, не бойся, установка происходит только один раз, и в следующие разы программа будет запускаться быстрее, почти моментально. Если вы все сделали правильно, через какое-то время у вас откроется сайт с нейросетью, и можно работать. Если сайт не открылся, посмотрите в CMD, есть ли где-то вот такая вот ссылочка, копируйте ее в браузер, и все заработает. Сайт работает, пока запущен CMD. Когда стейбл дефьюжн уже запущен, сверху слева вы можете выбрать ту самую модель, которую мы скачивали ранее. У меня в телеграммах много, и я их буду дополнять, поэтому заходи качай. Первый раздел отвечает за описание того, что вы хотите сгенерировать. Чем лучше детали вы дадите, тем очевидно лучше. То есть расписываем прям «девушка с серыми волосами, стоит в темном лесу, 4К, фотореализм, фэнтези». Через запятую важно. Второй раздел отвечает за то, чего вы не хотите видеть на вашем финальном изображении. Обычно заполнять это не нужно, хватит и стандартных значений выше, но если что, сюда можно написать следующее. Размытое лицо, полный рост, черное-белое и другие параметры, которые вам ну никак не нужны. Здесь ты будешь выбрать количество шагов, которые потребуется нейросеть и сделать для генерации изображения. По сути, чем больше цифр, тем более детальнее и дольше нейросеть будет работать над твоим изображением. Но на самом деле, большую разницу 50 от 100, например, вы не заметите, но ваш компьютер заметит очень сильно. Поэтому больше 50 я ставить не рекомендую, оно того обычно не стоит. Тут выбирай высоту и ширину изображения. По дефолту это 512x512, и я бы так и оставлял. Если нужно качество больше, можно обскейлить через другие нейросетки. Чем больше изображения, тем больше нагрузка и дольше будет делаться финальный результат. Этот пункт отвечает за количество изображений, созданных нейросетью. Это может быть как одно, так и сразу 10. Это количество, которое нейросеть генерирует сразу. Опять же, больше изображений, больше нагрузка на ПК. Если вы делаете персонажей, у которых есть лица, советую включить этот пункт, который у вас сейчас на экране. Он отвечает за генерацию лиц, а если быть точнее, пытается подогнать их под более нормальную форму. Включать этот пункт не нужно. Обычно модели сами справляются, но если видите, что лица какие-то странные, то можете включить. Пункт CFG. Тут все просто. Чем больше значение ты выбрал, тем сильнее стабильный фюрн старается приблизиться к тому, что вы написали. А чем ниже, тем больше вы даете свободу нейросети. Тут можно держать на середине или чуть меньше. Но не забывайте играться с этим параметром. Иногда именно от него зависит, насколько финальное изображение вам подойдет. Насчет всех этих пунктов, настроек, подсказок к нейросети, что генерировать, есть разные сайты по типу лексика и prompt hero, где вы можете найти изображения, сделанные разными нейросетями. И посмотреть, какие подсказки давали пользователю, чтобы получить то или иное изображение. Вы можете копировать эти параметры, например, позитивный и негативный prompt. Размеры изображения. Сколько шагов было использовано для генерации и так далее. В таком случае вы получите изображение, похожее на один из этих результатов, но не один в один. Так как модель пользователя и твоя может отличаться. Но это все равно хороший инструмент, чтобы понять, как прописывать промпты, параметры и так далее. Если есть проблемы с пополнением стима, не забывай, что ты можешь пополнить свой аккаунт по ссылочке в описании на kastor.ru. Крипта, бронковская карточка, киви и многое другое. Минимальная комиссия, быстрое пополнение. Ну и не забывай про конкурса 10 про подписок на Миджорни в начале видоса. Ставь лайк, подписывайся и пиши в комментарии слово «Stable Diffusion», если досмотрел до самого конца. Другие люди твой комментарий не поймут, но мы с тобой будем знать, что ты чел крутой и досмотрел видео до самого конца.